К самому, что ни на есть, сильному дождю мы подготовлены во всеоружение. Вот видим, тут будет три ведра яблок. Здесь вот еще четыре, пять, шесть, семь, восемь ведер. Сейчас я их помою, предварительно выгрузив вот это в компостную кучу из семи ведер. Одно оказалось непригодным употребление нам, зато пригодным червячишкам поехали на компостную кучу. Время 9.30. Там еще и луна, оказывается, видна. Вот как зум работает шикарно. Вырезанная, непригодная, носок падалица. Две насчетики на одном, во втором. И вот эти яблочки, еще не опавшие. Скоро будем собирать. Ну, в принципе, можно собрать их сейчас. Десять минут, и яблонька осталась без единого яблока. Вот они тут в ящике. Ну, и на улицу еще пойдем, пособираем. Там тоже натряс малюк. В общем, поехали. Видим, как разительно отличаются поливаемые яблони и яблоки. Вот, неполиваемых. Значит, пока еще зеленые. Пусть повисят. А те, которые созрели, уже... Вот. Ящики. Это поливаемые. Это неполиваемые. Разница наглядна. Ну, и все. На этом поехали мыть их. Прошло еще десять минут. И освобождено методом тряски. И восточная сторона яблони. Теперь осталось только их собрать. И в случае дождя можно приступать к отжиманию сока. Но черноплодная рябина в этом году что-то не задалась. Наша ирония. А время десять часов. Больше сюда можно не ходить. Ну, если только что собрать эти половики. Дабы... Листья с них направить тоже в вермикомпостер. Ну, и вот. Такой урожай яблочек с восточной стороны. Там еще две штуки остались. Надо чем-то их сбить. Сейчас возьмем этот полк и собьем с вами. Время пол одиннадцатого. Обещанного сильного дождя нет. И набрал вот эту емкость. Начинаем мыть яблоки. И груши. Для этого я просто наполняю ведро водой. И потом высыплю все в ящики. Ну, а в вершиках просто-напросто промываю их струей. Чтобы, опять-таки, вам было понятно, сколько минут на это уходит в реальном масштабе времени. Показываю, как быстро наполняются ведра. После чего выдаю их на место посадки клубники. Я специально это здесь делаю, дабы сухая земля промокла как следует. Вот, видим, пять ведер наполнены. Но оставлять фрукты в воде нельзя, поэтому высыплю их в ящики. И потом перевожу ведра, в которых мы будем уже нашить все в дом. Выując фрукты в воде можно делать тяmaлемы. Ну вот, теперь можно высыпать из ведер в ящики, но сначала надо похибать лечить воду. Ну и где обещанный синоптиками сильный дождь, мы уже готовы пережидать его за выжиманием шелка. Из этого вырожая, как видим, 7 ящиков с яблоками, но раз его нет, этого обещанного дождя, то займусь продолжением посадки клубники, пока солнышко светит.